На улице Чернышевского, 26, располагается прекрасный особняк в стиле модерн. Совершенно недавно при поддержке Вячеслава Викторовича Володина началась реконструкция, реставрация, вернее, этого здания, представляющая архитектурную и культурную ценность. Все в Балакова жители знают, в том числе и я, приезжий, о том, что это дом Шмидта. К сожалению, об этом не знает только наша администрация. И как бы она его ни называла, дом Махунцевых, дом Махунцовых. И в документах у них проходит именно так, о чем сегодня заявил начальник отдела по культуре Вячеслав Дерябин. Так что же реконструируется на деньги спикера Вячеслава Володина, давайте сегодня узнаем и спросим у тех, кто точно знает историю города Балакова. Так откуда взялся такой неподдельный интерес к зданию, который стоит здесь уже практически век, даже больше. Сегодня на сайте администрации был опубликован пресс-релиз. Скорее всего, это было приурочено к началу реставрации этого особняка. И вот, что этот пресс-релиз говорит. Что касается исторического названия объекта, как пояснил начальник отдела культуры администрации БМР Вячеслав Дерябин, в архивах имеются только документы, в которых здание числится, как торговый дом братьев Махунцевых. Документальных подтверждений о том, что строение на улице Чернышевского, 26, называется торговым домом Шмидта, обнаружено не было. Ну, давайте либо подтвердим, либо развенчаем слова начальника культуры Вячеслава Дерябина и проведем свое расследование. Простое, на две минутки. Поехали. Чтобы разобраться в этом нелегком вопросе, мы обратились в центральную библиотеку города Балакова, где нашли подборку литературы. Начнем мы у реки Великоросов Анатолия Александровича Деревянченко. 1994 года выпуска. И видим, что торговый дом купца Шмидта и Ко ныне улицы Чернышевского, 26. То есть, в данном каталоге здание идет под фамилией купца Шмидта. Также есть путеводитель, переведенный на английский язык, для туристов, где в 2011 году торговый дом Шмидт и Сын, начало 20 века улицы Чернышевского, 26. Данное здание также называлось фамилией Шмидта. Ну и в 250-летию Балаковского района, здесь в библиотеке присутствует такая подшивка газет за авторством Юрия Юрьевича Коргина. Здесь вот Балакову 250 лет, прекрасно видно. Дом Шмидта в 60-е годы 20 века. Из семейного архива Шмидтов публикуется впервые фотография. В своем долгом расследовании мы приехали на улицу братьев Захаровых 100, где находится памятник градостроительства и архитектуры регионального значения Дом братьев Махунцовых, начало 20 века, охраняется государством. Жалко, что имя братьев Махунцовых не охраняется государством и лопатится нашими чиновниками и чиновниками в Саратовской федеральной культуре, кто это занимается, объектами. Поскольку дом Шмидта, он же дом братьев Махунцевых, который сейчас они реконструируют, и фамилии у братьев Махунцовых в конце появилась буква Е. Махунцевых. Переврали все. Отличительной чертой для строения купцов братьев Махунцовых является такая незабываемая надпись на их зданиях. Наверху написано Бра-Мах, то есть братья Махунцовы. Соответствующей надписи, конечно же, нет на улице Чернышевского, 26, где находится дом Шмидта. Что интересно, до 1992 года в реестре памятников объектов архитектурного наследия федерального числился дом братьев Махунцевых по адресу Чернышевского, 29. Но там он уже был зачеркнут и выведен из реестра. Видимо, здание, которое находилось здесь до, было разрушено. И вот здесь стоит сейчас деревянный дом. Наверное, начало 20 века постройки, на месте которого и был когда-то какой-то объект братьев Махунцев. Может быть, какая-то часть мануфактуры, либо какое-то производственное помещение. И скорее всего, что указывает на это, в реестре новом, который создавался уже буквально недавно, в последние десятилетия, местами строчки какой-то чиновник, сидя в Саратове или там в Москве, просто перепутал 29 и 26 дом. Потому что в современном реестре в одной графе здания по улице Чернышевского, 26, значится как дом братьев Шмидта и Ко, или сыновья, сын. А рядом же строчка, напротив нее, за этим же адресом, братьев Махунцевых или Махунцовых. То есть они перепутали все. И благодаря вот этой путанице, чиновничьей невнимательности, крючкотворству, мы сейчас имеем искажение истории. Вот смотрите, это перечень объектов культурного наследия в городе Балакова. Это уже актуальный перечень. Давайте вернемся к 30-й строчечке данного перечня, который нам был предоставлен Юрием Юрьевичем Коргиным. И вот смотрим, давайте я для вас сейчас выделю все это дело. Итак, 30-я строчка. Торговый дом братьев Махунцовых через О, начало 20 века, номер 201, архитектура и градостроительство. Город Балакова, Чернышевского, 26. В этой же строчке он числится как торговый дом Шмидта, 1912 года постройки, Чернышевского, 26. Рядом же строчкой ниже, на 31-й позиции, магазин мануфактурный братьев Махунцовых, корпус номер 5, 19 века, номер 201, архитектура и градостроительство. Город Балакова, Чернышевского, 29. То есть, это тот адрес, где мы с вами были. Если этого здания уже сейчас нет, там стоит просто деревянная постройка. И он числится здесь. Скорее всего, как мы уже и предполагали, какой-то чиновник, клерк, перепутал эти две строчки, сделал копипаст не туда. И вот так в реестре появилось новое здание с новой фамилией. Конечно, мы не могли не обратиться к нашему известному краеведу Юрию Юрьевичу Коргину, увидев его статьи по подшивке газет к 250-летию города Балакова. И вот, что он сказал. Давайте послушаем. Первое. Не существует ли официальных документов на то, что это Махунцовых? Раз. То есть, нет. Ну, это не тех, не других. Ну, как бы. Как бы. Второе. Значит, при установке, постановке на учет этого здания была допущена ошибка. Описание его не сохранилось с 912 года. Вот то, что у меня в Каспорта. На этом месте был магазин Бекера. И, скорее всего, это было в 2012 году. И, скорее всего, именно вот в 2014 или 2015 году, незадолго до революции, этот торговый дом Шмидта был построен. Подтверждение воспоминаний ветеранов, вернее, вернее, старожилов. Все это в книге Деревянченко. Все это в музее. Все это, вон, от потомков Шмидта, которые ко мне обращались и приезжали сюда. Все расследование у нас заняло 30 минут, 700 миллилитров бензина и поездка в несколько кварталов мы объехали. Все люди, руководители, краеведы, которые хоть немного знают историю Балакова, я сам не Балаковский, то я знаю, что это дом Шмидта, уверены, что это огромная ошибка и неправильная, которую нужно исправить. Мало того, что это дом Шмидта, так вы... Я бы даже сейчас, ну, прям жестко напал даже на федералов или на саратовцев, которые допустили эту ошибку, но Вячеслав Дерябин написал там строчку на сайте администрации, а он начальник культуры говорит о том, что никаких документальных доказательств тому, что это дом Шмидта нет. Мы сейчас с вами проскочили вот буквально два квартала. А если порыться в архивах, мемуарах, в источниках, найти накладные, как купец такой-то, или Ваня такой-то, повез купцу такому-то, по адресу зданию и такому-то. Вот так делают историки. Работают с материалами, с источниками. Все станет на свои места. А это просто, скорее всего, ошибка клерка. Но эту ошибку клерка начинают форсить наши местные культурные деятели. Ну, вернее, не деятели, а чиновники от культуры. Культурные деятели знают, что это дом Шмидта. Все считают это просто недопустимым. Вячеслав Викторович, который дерябин, не позорьте, хорошее имя сочетание. Вячеслав Викторович, заберите свои слова, напишите, что это дом Шмидта, скажите без попутлых. И претензии к вам снимутся. А Вячеслав Викторович, Володин, я обращаюсь, спасибо огромное, что вы выделяете средства на сохранение памятников архитектуры, культурного наследия. Но, я не знаю, управление в ручном режиме, наверное, пока вы сейчас по шапке не дадите кому-то, чтобы там галочку кто-то в реестре поменял, ничего не изменится. Очень просим восстановить историческую справедливость. Продолжение следует...